Привет, друзья! Сегодня вы узнаете, как ухаживать за ремонтантной малиной в середине лета, чтобы она порадовала вас ранним урожаем. Сейчас июль месяц, и ремонтантная малина уже вошла в активный рост и начинает зацветать, а значит самое время провести различные процедуры на малиннике. И в первую очередь это нормировка побегов. Если оставить все побеги, то будет излишнее загущение, и слабые побеги, различные лишние побеги будут отнимать много силы и питание у самых мощных побегов, и поэтому будет ниже урожайность, более поздний урожай, и плюс загущение ведет к развитию различных заболеваний, потому что посадки плохо продуваются, плохо освещаются солнцем, и может начаться такое опасное заболевание, как дидимела, пурпуровая пятнистость. Кстати, пурпуровая пятнистость проявляется в первую очередь на молодых побегах внизу стеблей. Появляются такие сизые пятна, затем эти пятна увеличиваются и опоясывают весь стебель, и затем стебли засыхают. Также заболевание проявляется большими коричневыми пятнами на нижних листьях, затем заболевание поднимается вверх до макушки, и могут все листья попросту желтеть и засыхать. Чтобы не допустить вот такой ситуации, нужно своевременно проводить нормировку. Значит, что мы делаем? Берем секатор и удаляем самые тонкие и слабые побеги, оставляем только самые мощные. На метр квадратный должно остаться 8-12 самых сильных побегов. Остальные все удаляем. Также не забываем удалять и нижние листья. На высоту примерно сантиметров 40 также удаляем нижние листья, потому что нижние листья мешают продуваться малиннику, и плохо стебли освещаются, ну и опять же риск развития заболеваний. Не забываем также и про вредители. Если вы увидели, что на побегах есть характерное вздутие, это малинная галица. Поэтому такие побеги с вредителями также безжалостно удаляем. Кстати, вот такие побеги, срезанные, можно помещать в компост. Они молодые, они быстро перегнивают, и получится ценное удобрение. Единственное, что повырезаете, вот эти галлы, сами наросты. Наросты вырезаем и обязательно сжигаем. Ни в какой компост, естественно, что мы их не бросаем. После обрезки малину нужно еще и подвязать. Хотя сейчас малина вроде бы ровненько стоит, все стебли ровные, но скоро пойдет нагрузка урожаем. Уже вяжутся ягоды, и как только ягода начнет наливаться, весь малинник разложится в разные стороны, и будет неудобно ягоду собирать, не будет удобно ходить между рядами, поэтому обязательно нужна подвязка. Подвязывать можно по-разному. У кого-то это стационарные шпалеры, у меня это обычные колья. Вот такие вот колышки обычные я вбиваю и натягиваю шпагат. Все, малина огорожена. В принципе, на сезон вот этого достаточно. Если есть возможность, то можно поставить какие-то бетонные столбы, железные столбы вкопать. Это долговечное ограждение, на много сезонов вам хватит. Далее, не забываем также и про прополку. У меня малина замульчирована соломой. Если видите, вот здесь между рядами все они под соломой, и здесь практически не растут никакие сорняки. Единственное, нужно выполнить небольшую прополку только около самих кустиков малин, но это уже менее сложно. Поэтому, если есть возможность, мульчируйте свой малинник скошенной травой, сеном, либо соломой. Следующий этап – это обработка от заболеваний. Если у вас малина полностью здоровая, то делайте профилактические обработки препаратами сенной палочки. У меня есть вот такой препарат. Я им также пользуюсь на своем малиннике. Значит, называется сенная палочка гидрогумат от Профит. Значит, очень хороший препарат в том, что мы одновременно делаем защиту от заболеваний, профилактику от той же дидимелы, а еще получается внекорневая подкормка, потому что здесь есть гуматы. И получается двойной эффект. Берем 100 мл препарата, на 10 л воды разводим и обрабатываем полностью стебли и листья малины. Если же заболевание уже на малине проявилось, вы увидели, что есть какие-то отдельные очаги дидимелы на побегах, воспользуйтесь медсодержащими препаратами. Есть такой белорусский фунгицид, достаточно недорогой, называется азофос. 1% раствор делаем и обрабатываем только стебли малины. Этого достаточно, чтобы дидимелу приглушить, приостановить, чтобы она дальше не опоясывала стебель. Ну и, конечно же, нужно выполнить сейчас подкормку малину. Малина сейчас уже затветает, активно формирует ягоды, и поэтому ей нужны сейчас в первую очередь калий и фосфор. Это не значит, что малине сейчас не нужен азот. Но малина замульчирована у меня была перепревшим компостом, перепревшим навозом, азотного питания ей достаточно. Если вы тоже вносили компост, перепревший навоз, то без азотной подкормки можно обойтись. Главное сейчас внести калино-фосфорные удобрения. Значит, чем можно подкормить? В первую очередь это монофосфат калия. Берете ложку столовой монофосфата калия на 10 литров воды и из леечки проливаете малину по влажной почве. Будьте внимательны, почва должна быть влажной, иначе корневая система может пострадать, может подгореть. Вначале, если не идут дожди, то пролейте водой, а затем уже выполните подкормку. Если же, как и у нас в Беларуси сейчас идут дожди, и влажная почва, то можно предварительно водой и не проливать. Сразу же раствором для подкормки. Сейчас я на втором участке. Здесь у меня молодые посадки малины. Малину здесь я высаживал в октябре в прошлом году. И, как видите, в этом году она уже разрослась, и уже будет урожай. Но здесь не сплошной покров малины, как говорится. То есть она не полностью покрыла всю территорию вот этих рядов. Она растет пока что компактно кустикам. Пока что не пошла активно поросель распространяться. Поэтому здесь невозможно сделать сплошную подвязку. Невозможно поставить колья вдоль рядов и подвязать. Поэтому каждый кустик пришлось подвязывать по отдельности. Вот так, как помидоры прямо, мы подвязываем. Вбивается колышек, и несколько вот этих побегов подвязывается. И сейчас еще хочу показать, что здесь, хотя это и ремонтантная малина, есть уже она зрелая. Вот посмотрите, здесь вот есть ягодки, уже вот они зрелые. Потому что остались побеги с прошлого года, небольшие пеньки, которые остались после посадки. Когда выкапываем малину для посадки, оставляем пеньки по сантиметров 30-40, ну, может быть, там полметра максимум, высаживаем, и пеньки я эти не убираю. И затем в первый год на этих пеньках еще летом урожай формируется. Он не сильно большой, там сказать, но какие-то ягодки уже есть. И в это время еще и зацветают, видите, вот здесь побеги. Уже тоже будет урожай неплохой. Хочу еще кое-что вам показать. Смотрите, здесь растут побеги такими метлами. То есть из одного побега, по несколько растет, по три, по четыре штуки, по пять бывает. Это не метельчатость, не вирусное заболевание. Дело в том, что весной, когда активно отрастала молодая поросель, были сильные заморозки. Минус пять было ночью, и прихватило точку роста. Малина завершковалась, и затем из боковых пазух пошли новые побеги. И поэтому вот такими метлами эта малина растет. Ничего страшного нет. Если таких вот метелок много где-то у вас на посадках, слишком густо, и лишнее можно пообрезать. Если вот как здесь, по несколько штук мы их оставляем. На них будет урожай. Вот уже бутончики есть, где-то ягодки уже завязались. Значит, это не страшно. Но если вы заметили, что у вас из куста растет прям из земли множество мелких таких стеблей. Прям они как ниточки, тоненькие, густо. Из одного куста может их сотня расти, таких тоненьких вот таких стеблей. Листочки у них недоразвитые, практически нету плодоношения. Это метельчатость, вирусное заболевание, израстание малины. Поэтому, если заметили такую картину, безжалостно берите лопату, срочно выкапывайте кусты и сжигайте, пока это заболевание не распространилось по участку. Заболевание, как правило, вирусное, переносит различные листососущие насекомые. И в большинстве случаев это тля. Поэтому своевременно делайте также обработки и от вредителей, от тли особенно, чтобы ее не было нигде на малине. Потому что одно зараженное растение появилось там тля и разнесет по всем остальным здоровым и заразит. Лечению вирусные заболевания не поддаются. Это касается не только малины, но и любых других растений. Если заметили что-то подозрительное, вирусное, выкапывайте, сжигайте безжалостно. Обязательно поухаживайте за своей ремонтантной малиной, чтобы быть с хорошим урожаем. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова